О возможности устойчивого прекращения огня в Газе, вариантах освобождения заложников и террористах, метростроевцах, поговорим с нашим гостем. Это Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского портала «Детали». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон и глава германского МИДа на Лена Бербак призвали к, я процитирую, устойчивому прекращению огня в Газе. Снова цитата. «Мы должны сделать все возможное, чтобы проложить путь к устойчивому прекращению огня, ведущему к устойчивому миру», написали дипломаты в призыве, опубликованном британской газете «Санды Таймс» и немецким «Вэлтам Сонтак». «Чем быстрее оно наступит, тем лучше. Потребность насущная». Конец цитаты. Также министр обороны США поедет в Израиль, чтобы завершить войну. Вот как было сказано, Ллойд Остин попытается убедить Иерусалим более точечно уничтожать боевиков Хамас. Как официальные власти реагируют на все эти призывы? Да никак не реагируют, в общем-то. Потому что и так плюс-минус известно, что в скором времени, предположить, на 3-4 недели, активная фаза операции будет свернута. И начнется стратегия дня после. Стратегия – это предполагает, что в Газе останутся израильские военные, что дивизия Газа, которая создана для того, ну давно создана для того, чтобы защищать эту территорию, в ней появятся либо дополнительные батальоны, либо, может быть, еще одна какая-то дивизия будет создана. И армия в целом перейдет от нынешней стратегии, которая предполагает тотальную зачистку. И продвижение примерно на 1 км в день, потом зачистку домов, потом проверку, нет ли там туннелей. Если есть, то, соответственно, поезд заложников, уничтожение террористов, в них блокирование туннелей и так далее. Вот все это закончится. А будет применен протокол, который используется в Иудее и Самарии. Когда существует указание на конкретного человека или группу лиц, которые должны быть уничтожены либо задержаны, армия проводит операцию именно против вот этого объекта. Как это произойдет, зависит, ну, в том числе от того, чем закончатся последнические переговоры по освобождению заложников. Есть очень разные предположения. Говорилось, например, что могли предложить Яхи Сенвару, главарю Хамаса в Газии, еще каким-то высокопоставленным боевикам, покинуть ее территорию в обмен на освобождение заложников. Ну, вот то, что мы получаем, то, что разрешено говорить про переговоры Барнеа, главы Моссада, который вел в Катаре, речь идет об обмене. Что Хамасовцы освободят заложников, а Израиль выпустит из тюрем террористов, в том числе сейчас речь идет и о террористов с кровью на руках. И это, и ужесточившиеся удары по газе, они показывают, в общем-то, что армия торопится, что в Израиле понимают, несмотря на заявления Нитаньягу или других каких-то политиков, что окно возможностей закрывается, стараются двигаться быстрее и решить побольше задач, это приводит к ошибкам, к сожалению, к дополнительным жертвам. Но, в общем-то, да, мы в принципе предполагаем, что уже в начале следующего года столь активных боевых действий в газе не будет. Накануне в нескольких ведущих израильских СМИ появилась информация о том, что Израиль через посредника ведет переговоры с Хамас, пытаясь приблизить сделку по обмену заключенными заложниками. Телеканал Киши-12 цитирует источник египетской разведки, по словам которого, Израиль и Хамас готовы к прекращению огня, хотя все еще есть разногласия по поводу деталей соглашения. Глава МОСАДА Дэвид Борне и глава штаба по поиску похищенных Ницан Алон, якобы в ближайшее время они вылетят для встречи с эмиром Катара для обсуждения возможной сделки с Хамас. По данным новостной службы медиакорпорации КАН, в отличие от предыдущей сделки, Израиль готов рассмотреть возможность освобождения из тюрем террористов в крови на руках, вот то, о чем вы уже сказали. Тем временем Хамас выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что террористическая группировка не согласится на еще одну сделку по освобождению заложников, которых она удерживает в секторе газа, если я процитирую, агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда. В заявлении террористов также говорится, что Хамас довел эту позицию до посредников. Что сегодня известно обо всем этом? Хамас утратил значительную часть своей популярности в секторе газа. Его упрекают местные жители за то, до чего он сектор довел. И навлек на себя удары Израиля. Удары настолько тяжелые, что их не ожидали даже те, кто раздавал и принимал конфеты в праздную резню 7 октября. С другой стороны, Хамас пользуется большой поддержкой за пределами сектора газа, в Иудее, Самарии, на территориях палестинской автономии. Здесь работает обратный механизм. Хамас выглядит такими борцами за свободу. На фоне местных коррупционеров, которые обдирают тамошнее население, местным жителям кажется, что эта группировка нормальная. Поэтому заявление Хамаса направлено на укрепление собственной легитимации в глазах своего электората. Электорат здесь понятие условное. Хамас выборы не проводит. Но тем не менее... Те, кто его поддерживает, можем так сказать. Да, да, поддержка народная ему, в общем-то, нужна. Параллельно со всем этим, опять же, здесь идет постоянный разговор. Мы не знаем подробностей. Но, например, хотели бы многие палестинцы видеть во главе палестинской администрации или будущего палестинского государства Мурлана Баргути, извините. Террориста с кровью на руках, главаря Танзим террористической группировки. Я не думаю, что Израиль на это пойдет. Никогда раньше он на это не шел. Потому что целью Израиля не является уничтожить Хамас для того, чтобы его место заняла другая террористическая группировка. И целью Соединенных Штатов это тоже не является, потому что тот же Салливан уже объяснял обумазанно, что если ГАЗа все-таки уйдет под контроль палестинской автономии, то самой палестинской автономии потребуются серьезные реформы в процессе превращения ее в полноценное государство. Ну или хотя бы во что-то похожее на государство. Эти переговоры ведутся постоянно. Они не прекращались никогда. Они ведутся с Катаром, они ведутся с египтянами, которые тоже имеют определенный вес. Они ведутся с Саудовской Аравией. У Саудовской Аравии есть свой интерес. Она не хочет эскалации конфликта, потому что активизировались хуситы, которые грозят превратить все Красное море в арену боевых действий. В этом никто особо не заинтересован. А саудиты как раз уже были в процессе мирных переговоров. То есть там очень много посредников. И все, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы активная фаза завершилась и начался бы хоть какой-то процесс возвращения палестинцев в свои дома, восстановления домов, восстановления разрушенного и так далее. Как пройдут эти переговоры, сказать сложно. Но пока то, что вот вбрасывается в прессу, это такие позитивные мессеры, которые говорят, что ну вроде бы есть продвижение, тот или иной план будет принят. Ну и вот сегодня, 18-го числа, мы ждем также резолюции ООН тоже по поводу прекращения огня, тоже по поводу долгосрочного мира. Ждем, скорее всего, еще несколько недель, и эта война в активной ее фазе закончится. Вот Ави Исахаров, израильский журналист, военкор-аналитик и специалист по арабским, палестинским проблемам, считает, что те, кто пытается сегодня надавить на правительство, не способствуют решению вопроса с заложниками. Я процитирую, на мой взгляд, израильское общественное давление не заставляет другую сторону думать. Может быть, мы пойдем на компромисс, наоборот, только ужесточает позиции, вот пишет Исахаров. И вот Хамас в результате заявляет, да, что не пойдет на переговоры, до тех пор, пока компания военная не будет остановлена. Налицо вот все-таки жесткая, весьма манипулятивная, вот вторая партия, которую он ведет, что работает против Хамаса, так это вот сила. И если она не сработает, то нужна еще большая сила. Вот что вы думаете по этому поводу? Я согласен с Авией Сахаровым. Это очень известный в Израиле человек, известный за пределами Израиля. Он один из главных сценаристов знаменитого сериала «Фауда», который, наверное, многие смотрели. Он переведен на разные языки. Как раз рассказывает о подразделениях, которые борются с исламистскими террористами на территории палестинской автономии. Действительно, Хамас использует любую слабость и пытается манипулировать свои слова Авией Сахаров, адресовал родственникам похищенных, которые проводят акции, которые требуют от правительства прекратить огонь для того, чтобы освободить заложников, не подвергать их опасности. Гибель трех заложников от пули солдат Сахала, случившаяся у нас сейчас, разумеется, стала триггером для новых акций, для новых митингов. Этих людей однозначно можно понять. Там их родные, они хотят их вернуть. Абсолютно нет к ним ни слова претензий, но это не та стратегия, которая поможет Израилю выиграть. И не то, что предотвратить даже будущие похищения и убийства, но даже спасти этих конкретных людей, потому что вот эта спешка, она порождает дополнительные проблемы, она может породить дополнительные ошибки в действиях армии. Но, однако, правительство пока на это не поддается. Правительство ни перед давлением со стороны израильтян не складывается. Бенемин Таньягу заинтересован в продлении воевых действий по собственным причинам. Военный кабинет с ним, в принципе, согласен. И это показывает, что, в общем-то, это не ведется война из-за личных причин, не Таньягу, а на самом деле она ведется для того, чтобы зачистить. Но, с другой стороны, да, там тяжелые потери гражданского населения, там тяжелая гуманитарная ситуация, она ухудшается с каждым днем, она вызывает абсолютно беспрецедентные обвинения в адрес Израиля. То есть такая организация, как Human Rights Watch, договорилась до откровенной уши, я очень надеюсь, что на нее будет подан иск за подобное. Она обвинила Израиль в намеренном использовании голода против жителей Газы. Это после того, как Израиль организовал постоянные четырехчасовые коридоры и перемирия, затишья для того, чтобы поставляли продукты, еду и все остальное. Мы не слышали обвинений от Human Rights Watch до 7 октября, после 7 октября по поводу того, что голодают в Газе люди, которые зарабатывают там один доллар. То есть это просто шейминг и вранье за гранью, как бы вообще понимания, хотя, опять же, Израиль не ангел, ведется эта война достаточно жестко, нас наверняка есть за что осуждать. В израильской армии есть определенные расследования, должны быть и международные силы подключены, в частности, по гибели двух женщин от израильского огня в церкви, из-за чего мы получили очень тяжелую критику со стороны Папы Римского, со стороны итальянского правительства. Это все есть, потому что война вообще мерзость. Война вообще плохая штука, там гибнут люди, поэтому лучше ее не начинать нигде. Ни по какому поводу, ни ради освобождения этнических русских в Донбассе, ни ради улучшения ситуации от моря до реки для палестинцев, ни в Йемене, ни в Нагорном Карабахе. Это вообще не метод, потому что, когда вы прибегаете к этому методу, там начинают гибнуть люди и, к сожалению, не те, кто должен. Советник президента США по национальной безопасности Дрик Салливан обсудил с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом реформы. Которые следует провести в палестинской автономии, прежде чем автономия сможет взять бразды правления в секторе газа. Об этом пишет портал «Детали новости Израиля». Вообще скажите, о каких реформах может идти речь по-вашему? В первую очередь в сфере образования. Дело в том, что палестинские учебники это абсолютный рассадник ненависти. И когда образование такого рода начинается с детского сада буквально, то есть в детском саду играют даже не в войнушку, там, хорошие против плохих, там, ну, как мы играли, фашисты против советских, там, вместо казаков-разбойников. Нет, там играют в похороны. То есть в детском саду может быть игра в похороны, когда несколько малышей несут на себе другого малыша, он завернут во флаг Хамаса. Ну, они же копируют то, что происходит на улице, то, что видят по телевидению, в учебниках, в том числе в учебниках ООН и в школах по патронажам ООН рассказывают о сионистских преступлениях, рассказывают о необходимости освободить всю территорию от реки до моря, скинув Израиль в море. В качестве примеров детям преподносят террористов с кровью на руках и террористок, которые проводили кровавые теракты. То есть система образования, если построена таким образом, то ждать от этой территории чего-то в будущем не придется. Об этом очень давно говорят, она нуждается в решении. Второй нюанс – это выплаты денег террористам, которые оказались, или их пособникам, которые оказались в тюрьмах Израиля и семьям тех террористов, которые были ликвидированы. Причем ликвидированные – это еще, ну, можно воспринять, это потеря кормильца. А вот был случай, когда в ходе одной из дел по освобождению израильских заложников один из палестинских террористов просто отказался из тюрьмы выходить. Он в свое время сам что-то совершил, незначительное, его быстренько поймали, он практически сам пришел в тюрьму. И выходить он отказывался по той простой причине, что когда он выйдет, он перестанет получать, его семья перестанет получать деньги. А в Газии, я напомню, при Хамасе царит абсолютная, тотальная нищета. Там средняя зарплата 400 долларов, но надо помнить, что эта зарплата приходится иногда на всю большую семью. И там есть семьи, которые живут на один-полтора доллара в день. Это абсолютный ужас. То есть он в тюрьме на заработках, да? То есть, да, фактически. Там не только он, там очень многие люди, которые сидят в тюрьме, они сидят на заработках, эти деньги переводятся палестинской автономии и к семьям. И если он выйдет из тюрьмы, то он лишится этого заработка. Эта система, это тоже Израиль очень давно просит ее убрать, отменить, потому что это очевидное стимулирование террористической деятельности. И, скорее всего, мы надеемся, что речь шла также об этом. Последнее, это, в общем-то, функционирование самих ветвей власти. Потому что Газа, что при одной, что при другой власти, это системы абсолютно тоталитарные. И судебная власть там подчинена власти исполнительной. Ни о каком подобии справедливости, демократии, либо чего-либо еще там не идет и речи. По всей видимости, американцы попробуют перестроить саму структуру. Хотя вот в этом я сомневаюсь, что они добьются успеха. Ну, просто потому, что уровень развития палестинского общества таков, что вряд ли он позволит достаточно быстро перейти к демократическим нормам. Ну, вот, по всей видимости, речь идет об этих реформах в первую очередь. Совет Безопасности ООН сегодня проведет специальную дискуссию об угрозе морской безопасности со стороны хуситов из Йемена. Вот мы уже кратко об этом с вами говорили. Вот хотелось бы поговорить детальнее. Обсуждение было инициировано США, Великобритания, Франция, Албания, Мальта и Япония. Американцы пытаются в координации с Великобританией продвигать призыв к Собьезу осудить нападение, призвать к их прекращению. Также на этой неделе США должны объявить о начале проведения операции «Страж процветания» по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Вот авианосная группа во главе с авианосом Дуайт Эйзенхауэр покинула Персидский залив и идет к берегам Йемена. Как вы считаете, остановит ли это пиратов хуситов? Вы знаете, сказать сложно. Тут есть много интересных нюансов. Во-первых, хуситы уже выкатили ракеты, в том числе российского производства у них есть ракеты, которые были в свое время захвачены у еминской армии правительственной. И самолеты у них есть российские, если не ошибаюсь, СУ. Они выставили все это вооружение вдоль побережья и предупредили, что будут стрелять по любым кораблям, уже не обязательно связанным с Израилем, не связанным. И стреляют на самом деле, не попадают, слава богу. Но каждый день или каждые два дня там есть инцидент. А между тем, Красное море это место, на которое до последнего времени приходилось около 30% всего мирового судоходства. А после того, как Панама ограничила, уменьшила число кораблей, которые идут через Панамский пролив, то тут доля дошла до, по-моему, 37%. То есть, треть мирового судоходства это Красное море. Сейчас уже четыре большие компании мировые отказываются здесь ходить, изменяют свои маршруты и это поразительным образом поднимает акции этих компаний. Причем поднимает сильно. Вот Майерс, если не ошибаюсь, на 18% поднял. Это повышает цену перевозок и создает тяжелые проблемы в логистике. Сейчас уже начал работать судоходный, извините, сухопутный маршрут перевозки грузов, которые идут, по-моему, через Саудовскую Аравию, потом через Иорданию, потом в Израиль. Когда эта информация появилась, орданцы тут же ее опровергли, потому что, ну, как бы, чтобы их палестинское общество не думало, что в это время они все-таки продолжают с Израилем сотрудничать, хотя они, да, продолжают с Израилем сотрудничать. И Красное море это, как бы, такой Бабль-Мандерский пролив, в том числе, это такой стратегически важный регион для абсолютно всех. Здесь есть китайские шесть кораблей, может быть, уже увеличилась присутствие, мы шесть боевых кораблей здесь охраняли. Американцы готовы нанести удар по позициям хуситов. Но это происходит в тот момент, когда Саудовская Аравия пытается подтолкнуть эти силы к созданию правительства национального единства, чтобы положить наконец конец вот этой войне между Саудовской Аравией и Ираном, которая на самом деле ведется руками хуситов со стороны Ирана и правительственными войсками, но и Саудовскими войсками на стороне Йеменского правительства. То есть я не знаю, можно ли точечными ударами по хуситам уничтожить всю их инфраструктуру. Они хорошо вооружены. У них баллистические ракеты с дальностью лета более двух с половиной тысяч километров. У них беспилотники, тоже иранские, с дальностью лета более двух тысяч километров. У них, разумеется, полно оружия более близкого госбоя. Они обучаемы. Есть предположение, что их в свое время обучали и россияне. То есть без наземной операции здесь вряд ли что-то можно сделать. Наземная операция международных сил может стать достаточно тяжелой, дорогостоящей, долгой. И пока что нет никаких указаний, что США или кто угодно другой к ней готов. Легче сказать на черт с вами и найти какие-то обходные маршруты. Тем более, что, в общем-то, как я подчеркнул, все судоходные компании это устраивает. Они увеличили свою капитализацию. Они не стали зарабатывать меньше. Мы станем платить больше, потому что время доставки увеличивается и, соответственно, грузы приходят дольше. Я думаю, что, может быть, здесь дойдет, я не возьмусь прогнозировать, но мне кажется, что, может быть, здесь дойдет до каких-то точечных ударов по базам определенным. Здесь появится более жесткое военное сопровождение тех или иных кораблей, чтобы предотвратить с одной стороны пиратские захваты, с другой стороны авиаудары. И на этом все ограничится. Я не думаю, что американцы смогут свергнуть власть хуситов на той территории Йемена, которую они контролируют. Мы уже с вами говорили о том, что достаточно интенсивно ведутся сейчас боевые действия. И вот израильские военные во время боя в районе Шеджая, в секторе Газа, ошибочно приняли троих израильских заложников за представляющих угрозу и застрелили их. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля. Военные считают, что заложники сбежали или были оставлены боевиками. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской армии Даниэля Хагари. И вот по словам Хагари, в этом районе в пятницу велись интенсивные боевые действия. Вскоре после несчастного случая с заложниками произошел бой с хамасовцами. Есть ли сегодня какие-то подробности? Есть, да. Шиджая это квартал в городе Газа. Там несколько дней очень тяжелые бои. Там гибли наши ребята. Там были попытки заманивать именно выводом таких сдающихся заманивать их засады. Там реально очень тяжело. С другой стороны у нас последнее время начало руками и устами Нитаньягу его двух министров Бенгвира и смотрит чем насаждаться такая концепция о том, что из любого боестолкновения террорист должен выходить только мертвым. В свое время у нас в Израиле был такой ну он есть солдат Элюар Зария который был террорист который пытался совершить теракт его нейтрализовали он лежал на земле он уже не представлял никакой угрозы солдат подбежал и его застрелил. То есть это нарушение любых инструкций нарушение правил открытия огня как бы его судили но в то же время началась волна вот подстрекаемая этими политиками волна в его поддержку он герой террористы заслуживают только смерти и так далее как бы понятно понятно же нам с вами что смертная казнь не вводится не из гуманных соображений а потому что есть высокий риск ошибки расплатились мы за эту ядовитую стратегию буквально недавно когда было нападение террористов гражданские лица начали отстреливаться ликвидировали террористов когда прибыла армия человек поднял положил оружие поднял руки показал что он уже не представляет опасности но его приняли за террористы и застрелили просто потому что террорист должен быть убит а потом уже выяснилось что это не террорист что это гражданский израильтянин который своим пистолетом защищал других мне сложно вам сказать я не буду осуждать молодых пацанов которые на поле боя ошиблись если они ошиблись но помимо того что люди вышли по пояс раздеты они вышли с белым флагом они специями умудрились на какой-то простыне до этого написать что-то вроде баннера повесить его сос написать на нем то есть они разве что неоновую вывеску не зажгли что здесь заложники сейчас ведется расследование и надо просто однозначно здесь есть нарушение правил открытия огня но в условиях определенного определенной непривычки к дисциплине в Израиле вообще и в армии в том числе и в условиях боя когда молодые ребята они боятся они в войне на которой буквально вчера убили многих их друзей сослуживцев они могли перепутать они могли на самом деле сделать это со страху и ошибиться если это ошибка то это вот то о чем мы говорили на войне к сожалению гибнут не всегда те кто должен там погибнуть если это намеренное нарушение вот по той же самой причине что террорист должен всегда выйти из боя то я надеюсь что это будет иметь какие-то последующие действия и главное не против этих мальчиков а против не Таньягу против министра Бенгвера против министра Смотрича который тоже недавно буквально сказал именно этими же словами примерно то же самое в израильском правительстве есть министры которые своей пропагандой подталкивают людей вот к таким к таким трагедиям мы можем только надеяться что этого не произойдет но я здесь еще добавлю что до 20 процентов погибших в ходе боевых действий на территории сектора газа я не беру тех кто защищался при вторжении а вот именно до 20 процентов вы только вдумайте в это число в это количество это павшие от дружественного огня есть помимо этого видимо некая проблема в логистике которую тоже надо разбирать которую надо будет изучать то есть понятно что очень сложное поле боя понятно что это поле боя его невозможно ни с чем сравнить по оценке экспертов потому что оно превращено в самую укрепленную позицию в мире это однозначно не исламское государство исламское государство готовилось к боям на протяжении двух лет что они контролировали свою территорию Хамас занимается этим на протяжении ну как минимум 20 лет активно ну вот поэтому еще один вопрос мы буквально простите что вас перебил буквально еще пару минут у нас осталось хотел я очень обсудить вот к чему они готовились да Цахал обнаружил самый большой туннель в секторе газа его длина составляет около 4 километров одна из секций достигает глубины 50 метров под землей вот этот туннель позволяет въезжать туда транспортным средством был построен под руководством Синваров в туннеле есть электричество связь канализация главный вход расположен всего в 400 метрах от КПП РС через которых жители газа ежедневно въезжают в Израиль для работы как думаете вот в какую сумму международным гуманитарным организациям обошелся вот этот туннель вот эта ветка метро хамасовская ведь террористы ну явно строили все это не за свой счет нет конечно но помимо этого насколько известно это уже второй туннель потому что о магистральном тактическом туннеле по которому может проехать машина известно давно вот туннель который залегает на глубине 15-этажного дома это уже второй уровень туннелей это стратегические туннели и я думаю что мы найдем там еще много интересного но в целом хамас оперирует бюджетом порядка миллиарда долларов в год это то что известно из них 500 миллионов примерно это сбор налогов 350 миллионов это помощь от Ирана раньше было 100 потом они увеличили остальные деньги дает Катар и помимо этого существуют всевозможные общественные организации благотворительные фонды в Соединенных Штатах Великобритании и в других местах которые собирают с мусульман деньги для хамаса иногда собирают в том числе с помощью рэкета вот и существуют инвестиции хамасовцев например Абу Марзука который эти вот собранные деньги потом вкладывает в определенные фирмы и известно как минимум о 40 компаниях финансовых строительных и так далее в Саудовской Аравии в Турции состояние Халеда Машеля около 5 миллиардов долларов состояние Абу Марзука около 3 миллиардов долларов то есть я не знаю во сколько конкретно обошлось строительство вот этого конкретного туннеля но это те самые деньги которые отняли у палестинцев которые живут в итоге на вот упомянутый доллар или полтора в день но зато строят да вот такое метро в Израиле шутят что если бы мы поручили хамасу строить метро у нас то оно должно уже было сделано как бы гораздо быстрее чем делают наши местные строители ну знаете глядя на все это метро я думаю что международные организации общественные организации те кто собирает деньги помогают они увидят куда шли их деньги возможно сделают для себя какие-то выводы спасибо вам большое за этот безусловно интересный разговор хотелось бы его продолжить надеюсь что вы еще найдете время для того чтобы связаться с нами много вопросов еще остались незаданными а я напомню зрителям Эмиль Шлеймович главный редактор израильского портала детали был в эфире телеканала Фридом спасибо что нашли время и вышли с нами на связь спасибо вам победа нашим странам победы оперативные новости эксклюзивные видео аналитические обзоры Фридом в телеграм только проверенная информация обязательно подпишитесь будьте в курсе всех событий ссылка на наш телеграм в описании